Солнце светит ярче, день становится длиннее. Так и хочется отложить все дела и насладиться теплой весенней погодой. Но мы-то с вами знаем, что сельчанам нынче не до отдыха. И все же предлагаем ненадолго забыть о работе, устроиться поудобнее перед телевизором и узнать самые интересные новости. О чем сегодня расскажет деревенька, сейчас увидите. В данный аппарат мы закладываем часть корма. Это позволит определить влажность корма, содержание крахмала, содержание клетчатки. Чем питаются наши буренки и какое молоко дают? С высокими сельхозтехнологиями знакомят будущие зоотехники. Эта старушечка купила этот крест у кого-то за бутылку самогонки. Позор какой для деревни. Детективное приключение на престольного креста и его счастливое возвращение в Баркалабово. Я в колхозе боевая, боевая, смелая. И на стене запиваю, и в работе первая. С частушкой по жизни своим задором поделятся пивуньи из Бастьенович. Хозяйство Могилёвщины готовится к посевной. Чтобы всё росло и колосилось, почву обогащают органическими и минеральными удобрениями. На поля области вывезли около 6 миллионов тонн органики. Деревенька наблюдала за ходом полевых работ в СПК Володарский, что в Быхове. Царицу полей кукурузу на этих 40 гектарах высадят только в начале апреля. Культура теплолюбивая, к тому же боится заморозков. Но прежде почву нужно подготовить. На сегодняшний день ввезено уже органическое удобрение на площади 14 тысяч гектар. 14 тысяч тонн. Это в среднем по 60-70 тонн на гектар мы вносим для получения урожая. 130 гектар на площади нужно нам привезти. Это первый посев, который в дальнейшем будет убран на зерна. На термовой цели зерно. Кроме органики, земли обогащают минеральными удобрениями, калием и фосфором. На них в СПК Володарский в этом году потратили около 2 миллиардов рублей. Николай Грек в хозяйстве трудится более 30 лет. Начинал с бригадира, потом дал дорогу молодым. Сейчас работает в поле на тракторе. Говорит, работа, домашнее хозяйство вести не мешает. Хозяйство дома есть, но для работы в хозяйстве мне не мешает. Жена на пенсии, а мне только труд в колхозе. Птица, свинья. Ну а вот выращиваем? Картофель выращиваем. Ну, огородненно всякое дома. В былые времена в хозяйстве было 50 механизаторов, вспоминает Николай Владимирович. Сейчас только 20. Работы добавилось, но это не мешает бригаде из 4-х человек ежедневно перевыполнять. За день норма выработка их 90 тонн на гектар, 90 тонн внести органических удобрений. Каждый день они перевыполняют двойную смену. По 200 тонн, 220 тонн они вносят. Ну и как вы поощряете? Поощряем, потом КЦН-2 умножается и выходят в среднем зарплата за день по 260-270 тысяч в день. Ну, техника новая, топливо еж, стараемся, горелки не пьем, а работаем и все. Пока механизаторы трудятся в одну смену, но уже на следующей неделе, если погода позволит, в хозяйстве начнут сеять яровую пшеницу. А значит, и работы прибавятся. У прихожан храма иконы Казанской Божьей Матери, что в селе Баркалабово Быховского района, большой праздник. К ним наконец-таки вернулась долгожданная реликвия на престольный крест. Но прежде чем занять свое место в храме, церковному символу пришлось пройти через ряд испытаний. Подробности детективной истории смотрите в следующем сюжете. Светлана Соколова истинно верующая. Если б не ее усилие, исход этой истории мог бы быть и другим. Про на престольный крест знает почти все. Деревеньки рассказала, что изготовили его в 1904 году, как раз к открытию храма. Во время революции церковь разгромили и разграбили. Уцелевшие реликвии прихожане разобрали по домам. На престольный крест спасла Екатерина Климова. Эта старушечка купила этот крест у кого-то за бутылку самогонки. Позор какой, да, для деревни. Вот. И, значит, когда умерла эта старушка, то дочка, когда вот передали церковь, принесла его в церковь. И старостой, на то время я была старостой, и я приняла этот крест в свои руки. Крест требовал серьезной реставрации. За помощью в этом деле Светлана обратилась к бизнесмену, который оказал спонсорскую поддержку в восстановлении храма. Здесь на фотографии видно, что недостают пулчиков, что этот крест мощевик был. Здесь вот крепление есть. В кресте были заложены мощи святых. Именно каких святых, мы не знаем, потому что это когда разоряли церковь, все это оттуда уже вытащили. Крест отдали в Минск на реставрацию, но назад он не вернулся. Бизнесмена арестовали, вместе с имуществом следственные органы конфисковали, и уже восстановленный крест. Светлана с мужем начала поиски, обратились к местным властям. Благодаря усилиям депутата Татьяны Конончук и заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Тозика, крест нашли и вернули на свое место. Сейчас, когда этот крест нашелся и отреставрирован, это тоже своеобразный символ того, что люди будут восстанавливать самую главную свою оттеню, свои души. После освящения на престольный крест займет свое почетное место в храме иконы Казанской Божьей Матери. В этом году и церкви, и кресту исполняется 110 лет. Верующая надеется, что до Великого праздника реставрационные работы в храме закончатся. Полна сюрпризов природа, особенно в нынешнем марте. Сперва снегом заметет, а днем позже птичьи трели заведет. Потому и опасаются синоптики делать точный прогноз погоды более чем на три дня. А вот с Луной все гораздо проще. Для вас лунный календарь на целую неделю. 26 марта. Среда. Запрещена пересадка растений. Рекомендуется проводить опрыскивание кустарников, подготавливать почву под посадку. 27 марта. Четверг. Подкормка растений. Борьба с вредителями. 28 марта. Пятница. Не рекомендуется сажать, пересаживать, прививать, делать обрезку кустарников. 29 марта. Суббота. Не стоит пересаживать и черенковать комнатные растения. 30 марта. Воскресенье. Посев сельдерея, спаржи, петрушки, лука. 31 марта. Понедельник. Полив, прополка, подкормка, удаление побегов. 1 апреля. Вторник. Посев семян овощей на рассаду. Выгонка на зелень. А теперь отправляемся в деревню Антоновка Бобруйского района. Там живет мастерица-рукодельница Галина Луканская. При помощи нитки и иголки Галина Андреевна творит настоящее произведение искусства. Иголка в руках Галины Луканской ловко делает стежок за стежком. А все потому, что Галина Андреевна занимается любимым делом. Эта салфеточка очередная мне тут еще надо одной внучке подарить. Такие вот маки пересняла на ткани. Вот уже два лепесточка вышила. Рисунок наносишь, а потом нитки подбираешь уже по тону, по цвету. Где надо светлее тон, где немножко потемнее. Ну и потом так вот создается лепесток. Творить картины при помощи нитки и иголки Галина Андреевна начала еще в детстве. Художественный дар получила в наследство от бабушки. Началось все с вышивки крестиком. Вроде бы просто, но получилось не сразу. Ну я вот мучилась, мучилась. Поставлю крестик, а вот посмотрю, что на изнанке не так получается. Значит, неправильно я поставила крестики. Мучилась, мучилась Галина Андреевна, а потом взяла и вышила более сотни подушек. А заодно и овладела наивысшим мастерством – вышивкой художественной гладью. Смотрите сами, ни лишние ниточки, ни узелочка. Где лицевая сторона, а где изнаночная, можно определить только по шву. Вот это техника. На изнанку вот, посмотрите. Видите? Ну оно как получается, как с этой стороны, как с лица, так и с изнанки. Вот. Это уже очень сложно, наверное. Да, это очень сложная работа. Видите, розочки, как живые. И сколько времени уходит один цветок или один лепесток? У этого день надо шить. Рисунки мастерица придумывает сама. Если внимательно посмотреть на домашнюю экспозицию работ, увидишь самый настоящий цветник. Роза, сирень, ромашки, анютины глазки – все из собственного полисадника. Вот только маки у Галины Андреевны теперь только на салфетках. Просто выращивала для пирогов. А потом уже запретили, так я не стала сей, потому что это запрет. Ну так приду, вот нарисую, мне понравится мак, как он распустился. Я нарисую, а потом уже немножко доработаю что-то и потом на ткань наношу. Слава о рукодельнице из Антоновки разнеслась далеко по свету. Ее работы есть и в Голландии, Эстонии, Польше, Германии, России. А в Бобруйском краеведческом музее организовали целую выставку картин Галины Андреевны. К слову, династия Луканских талантами славится. Рисунки внучки Нины украшали Минский музей имени Горького. А муж Георгий Петрович, которого, к сожалению, нет, сам придумал и расписал уникальный стеклянный потолок. А еще он оставил много картин. Это копия Васильева, оттепель. Он пейзажи любил. Это наверху на втором этаже там мастерская была, она и теперь есть. Ну вот туда вон праздники, выходные дни он старался, конечно, больше писать. Ну, он на природу выходил? Да, он обязательно выходил. И чудник брал с собой. Несмотря на свой возраст, о котором мы деликатно умолчим, Галина Луканская полна сил и творчества. Вот придет лето, в палисаднике новые цветы вырастут. Простора для творчества только прибавится. С песней по жизни и работать, и отдыхать веселее. Думаю, со мной никто не поспорит. А с частушкой по жизни веселее вдвойне. Особенно, если в ней поется что-нибудь про тебя или про твоего соседа. В каждом селе свои частушки. Несколько припевок деревенька привезла из Мстиславского района. Бастиновичи – небольшая деревня в Мстиславском районе. В фольклорном коллективе сельского клуба всего пять постоянных участниц. Но на встречу с программой «Деревенька» пришли двое. И Лилия Савченко – завклубом. И Валентина Жабека – пенсионерка. Одна заболела, другая уехала. У третьей – корова телится. Пояснили женщины свой малочисленный состав. Я в колхозе боевая, боевая, смелая. И на стене запеваю, и в работе первая. Пили, а я быстренько писала, чтобы запомнить. Я в колхозе боевая. Я боевая, там она на горах и камень стану, но милова не отдам. Да, когда поют вот все, и вот, кажется, вот, и там прихватил, по кота поют, тут ты захватываешь, уже вспоминаешь, ага, вот это можно. И вот так начинается частушка. И каждый пошел, пошел, кто две, кто одну, и так поем. Сила частушек в их количестве. Чем больше, тем веселее. Особенно, когда припевку сочинили, например, про соседа или начальника. Всем весело, когда на местной практике появляется поэтическая импровизация. Ой, бывало, запою деревья, закачаются, а теперь я запою, и смена получается. Через речку быстро юда, я мосточек выстрою. Хади, милый, ходи мой, ходи летом и зимой. Мой миленький, как рыгош. А я ему парочка, юн колгасе, бригадир, ну а я за ярочка. Дорогую рыбу ела, дорогого сутака, четыре годика дурила. Гомельского дурака. Этим частушкам более полувека, рассказывает Валентина Никитична. Привезла их с Гомельщины. Я сама Гомельская. Гомельская область, город Ветка. А здесь как оказались? Там уже. Муж был геолог, и там партия стояла у нас. Ну, я с ним познакомилась. Работаю я на фабрике. И у нас был хор там. Но и был у меня брат, он играл на аккордеоне. Мы с ним частушки это искали. Всё вокруг зазеленело, тёплый дождичек прошёл. В понедельник ожидала, почему ж ты не пришёл. В четверг пятницу признаться не пустил меня отец. Всё честно, выразительно и эмоционально. С частушками и время весело проходит, и любая работа спорится. Вот на такой позитивной ноте мы сегодня заканчиваем. Надеюсь, пивуньи из Бастьенович зарядили вас бодростью и энергией. А это весьма кстати. Погода установилась благоприятная. Самое время браться за работу. Деревенька желает вам трудовых успехов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова